Впрочем, проволочки с возведением этого объекта не помешали провести в Колыване 23-й зимние сельские спортивные игры Новосибирской области, за ходом которых зрители могли наблюдать в прямом эфире нашего телеканала. Об итогах игр расскажет Александр Шурудила. Соревнования в семи дисциплинах. Помимо спортивных состязаний, традиционно большое внимание профессиональным стартам у дойеров и механизаторов. Представители 32-х районов демонстрировали умение управлять тракторами. Участникам необходимо было стронуться с места задним ходом, зацепить груз, затем провести его по дистанции и вернуть на место. Точность постановки измеряли до сантиметров. Причем за рулем трактора не только мужчины, но и женщины. В конкурсе механизаторов решила принять участие после того, как пригласила районная администрация. Предложили. Вообще я по образованию педагог, но потому как дома есть своя сельскохозяйственная техника, мне пришлось заниматься, помогать мужу ездить на тракторе. В итоге получила права тракториста-машиниста отучилась и после этого стали приглашать на конкурс. Финальная часть сельских игр собрала в Колыване 637 участников из 34 районов области. На церемонии открытия гостей приветствовали прославленные спортсмены, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Первые игры на территории Новосибирской области состоялись в далеком 1976 году в Сдвинском районе. И сегодня это поистине такое явление, праздник, который ждем все мы с нетерпением. Летом ждем летние игры и с наступлением зимы ждем, конечно же, долгожданные зимние игры. Помимо финала спортсмены выступали в дисциплинах в районах области, так что всего в сельских играх участвовали почти полторы тысячи человек. В этом году команды разделили на три категории в зависимости от количества жителей в районах, а сами сельские игры стали отборочным этапом. По итогам сельских игр сформирована сборная команда Новосибирской области. Для финальных сельских игр они состоятся с 19 по 23 марта уже скоро в городе Тюмени. В зачете первой группы с населением больше 30 тысяч человек победила команда из Китимского района. Во второй категории первенствовали купенцы, а в группе с населением меньше 20 тысяч человек лучшими стали представители Доволенского, неожиданно обойдя фаворита команду Чистоозерного района. Александр Ширудила, Алексей Баженов. Новости ОТС.